Велкам, велкам, велкам. Ко второй игре переходим. После такого перформанса... Я удивлен, что имморталы не уделили внимания Хухе. И никто не забанил ни Синдру, ничего от него. Но была забанена карма зачем-то с ЛГшниками. Забирают Рексайку они себе, хотя... Хотя, не, все верно. Нормально, нормально они сделали. Гнар открыт, был, имморталы его забанили, поэтому Гнара Даршан забрать не смог. Я еще хоть думал, а Даршан, может, должен был Гнара взять. Нет, ну все нормально. И инстапик иммортала Всевирка плюс Владимир. Не хочет Владимир прощать это. Это как бы намек Хухе, попробуй теперь сыграй на Кассиопее. Сука. Дело в том, что провели сейчас анализ. Хухе довольно старенький игрочок. Ну, я в том смысле, что он давно уже играет в ЛКС. И предыдущая игра, это его был второй лучший результат за всю карьеру. Второй лучший результат за всю карьеру, ребят. Вот так вот ребята иногда могут выстрелить второй по количеству киллов и второй по количеству дэмэджа. Именно это комментаторы произнесли нам. Алистара забирает Афраму, свой нейтив чемпион. И явный фуллхаус будет от команды CLG. Рик Сайка лес, Шен топ. Сильный АОЕ мидер нужен. Ну и понятное дело, сильный гиперкерри АДшник. Именно на это будет CLG ввести расчет. И Морталы пока держатся в седле хорошо. Плюс у них еще остается контрпик. Общий будет контрпик. Так-то он уже знает, что против Шена стоит. Кто будет общий контрпик, не знаю. Но, кстати, вот Калисто, то, что нам показали. Я не удивлюсь, что Калисто может сейчас быть и пикнут. Калисто довольно хороший чемпион был против Северки всегда. Калисто еще и Стиксая чемпион. Ну, Стиксая вот нам и Кагмаря здесь показывает. Ну, просто Калисто потеряла гиперкерриство свое. Она сильно занерфлена в Берлигейме. Немножко поднерфлена. Немножко, потому что Боттерг занерфлен в Лейтгейме. И из-за этого ее перестали играть. И, как многие подшучивают, Калисто еще существует разве? Мы думали, что ее удалили из игры. Да, она еще существует, но ее никто не играет. Как и Вейн, в общем-то. Но Вейн в следующем патче, а именно в нашем уже патче, она должна вроде как проснуться. Захар Калисто все же, ребят, все же рискнули. ЦЛГшники, сильный АОЕ МАК. И гиперкерри. Ну, когда-то бывший гиперкерри. Не знаю, сможет ли Стиксай сейчас выдать это. Может быть, нехватка практики в команде Иммортал. Вы понимаете, что Калисто на просцене не виднелось. И больше, чем месяцев 7, наверное, прошло с тех пор, как она последний раз была на просцене. В Соло Кушке та же самая история. И я это веду в мысль к тому, что... А, это, кстати, Трандл, возможно, топ. А не саппорт от Адриана. Я зря Трандл сразу записал в саппорты. Это, возможно, Трандл топ. И Адриан, видите, хочет взять себе Сараку. Либо все же Эко для Хуни. Задумались они. Трандл может и туда, и туда пойти. А где Влад и Кассиопея? Устали после Европы и ушли спать? Не, Влад против Кассиопея там всего два раза была. В итоге-то этот матчап. А дальше просто ребята на это забили. Ну, а может быть, дело в том, что Хухи не верят в то, что не играет Хухи на Кассиопея. Хухи не верят в то, что он играет на Кассиопея. Вот так вот проще будет сказать. Ну, все. Эко топ. Эко против Шена. Имморталы взяли довольно много урона. И расчет идет на то, чтобы ваншотнуть Калисту. Для Калисты защитник только Шен в данной игре. Остальные они просто ЦЦ-защитники, которых сложно будет игнорировать, потому что ребята будут подкидывание выдавать и таунты прописывать. Но если Калисту, если взять чистую 7-месячную давность Калисту, то она даст просраться всей команде Иммортал. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. У нас здесь еще Интернешнл идет. Я качество поставил низкое, чтобы оно случайно Интернет у нас не воровало. После него... Здесь, да, действительно, Кассиопея против Лады играют. Грагос против Элизы. Те же самые меты, посмотрите. Весь мир играет. Это Жанна? Серьезно, это Жанна там у кого-то? Да, это Жанна, приколите. Ужас какой. Жанна. Я хотел уже сказать и похвастать этих ребят, что они молодцы, они следят за мировой метой и играют по мете, а потом бах, потом Жанна от кого-то пикнут в саппорты. Прикольно, наверное, быть Жанной. Быть единственной Жанной в мире, до сих пор играющей на про-сцене. Ну, про-сцену это сложно назвать. Учитывая, что это всего лишь вайлдкарт, то бишь ты из какой-то там трубы вылез. Знаете, как это, бомжи такие из помойки вылезают. Вот он вылез, там кто-то такой бомж. На сходку бомжей пришли и давай. Играть против элитно одетого мальчика из Альбус Нокса. И, конечно же, сильного турецкого мужика, который на тачке подъехал. Ну, турки однозначные лидеры, конечно, на этом чемпионате. Сколько уже лет подряд, так сказать. Турецкий сервак отстаивают они очень хорошо. Ну, из-за этого они на МСА постоянно ездят, а СНГ регион никуда не ездит. Пока не добьются успехов хоть одна команда, на МСА представителей СНГ региона не будет. Мы, честно говоря, не говорим про гамбитов, потому что гамбиты были представителями Европы. Хоть они были составлены из пяти русских игроков, из четырех россиян, если быть точным, и одного армянина или азербайджанца. Слушайте, я опять забыл, по-моему, армянин. Ну, что ж, началось у нас Deathfire на миде, и Побелтер играет без Штормрайдера. Он играет другой билд. Он взял 300 хп себе. Ну, а у всех остальных все по стандарту. Хуни взял... Я не посмотрел, что хуни взял. Перематывать лень, честно говоря, ребят, лень. Я не посмотрел, что взял хуни. Вот его я только не обратил внимания. Что у нас Эко взял? Тут началась война. В Стиксай сразу же кинули экзост. Много урона. Но Стиксай начнет прыгать. А прыгать это плохо. Если прыгает Калисто, то Калисто вполне может наделать киллов. Но Афраму, к сожалению, на первом левеле пока ничем не обладает. Адриана получше получается чемпион в этом смысле. Потому что у нее и автоатаки есть посильнее. И очень пытается Стиксай отыграть то отставание, которое было добито с самого начала. Да, и придется им отступать. Придется Афраму брать, скорее всего, на втором левеле хил. И выравнивать эту линию. Зря, мне кажется, Стиксай выпил здесь хилку. Он знал же точно, что у него есть Алистраза. И с этим Алистаром он сейчас бы хилялся. Любопытно, что Икс Смитти хотел было сделать ганг. Но тут же был поставлен вард в Трайбуш и перекрыли ему проход туда. А еще был вард поставлен на реке. Заранее уже был поставлен Рейновером. И таким образом... Вот посмотрите, как нормальные команды отрезают эти левел-3 Чизы, которые мы сегодня видели в Европе. Напомню, что сегодня в четырех играх три раза был сделан Чиз на третьем левеле ганга на бот-лейн. Вот как он отрезается. Джанглер, как только забирает синий, ставит вард сюда. В этот момент как раз на бот-лейне происходит файт. И они после этого файта поднимаются саппорт и ставят в Трайбуш вард. Все, ганг невозможен. Вы на минуту здесь в безопасности. Через эту минуту появится вард у вашего адекерри, появится вард у вашего саппорта, еще один, и вы можете продублировать снова эти же варды. И все, конец. На бот-лейне безопасность. И вы стоите дальше в 2 на 2. Ну, так здесь и произошло. Калисто запушила с Афрамом на Алистаре имморталов, и сейчас будет, наверное, хороший рекол делать. Нет? Начали просто бегать и чего-то там терять. А Афраму побежал в другой лес ставить вард. А здесь на Стиксая нападает Адриан. Стиксай прыгает по нему и наносит больше урона, чем потерял. Но Стиксая где-то он 150 хп потерял, Адриан на этом около 300 с плюсом. Ну, это очень много. Совершенно невыгодный размин, конечно же. Учитывая, что Стиксай сейчас на автоатаках все в себе выхилиет, плюс у него Алистар есть, который его ешкой повыхиливает. А Адриан, ну, чем будет хвастаться, не совсем понятно. В итоге придется хилку ему пить. Он, кстати, ее походу и выпил. Не, не пил, не пил. Это просто Реген уже восстановил приличненько так. На Мидлейне, говорят, Побелтер смог удержать контроль над Хухи и нету давления никакого. Но Рик Сайка сейчас может сюда прийти вниз. Даршан делает телепорт на топ. Абсолютно он уверен, что Грагас сейчас к нему не придет. Даже не знаю, это какой-то рискованный был телепорт. Но вот думает Эксмити о Ганге, но Тортл просто нажимает рекол. А Фраму пытается это отменить. И Эксмити увернулся от Вижена. Его там нету. Но Ганг все равно не получается сделать. Побелтер. Вард поставит, да. Мидлейн матчап в первой игре. 14 киллов против трех. Дэмэдж 1054 на 463. Ну, Побелтер проиграл, понятное дело, предыдущую игру. Тут даже и говорить не о чем. Очень хорошо он был отыгран со стороны Хухи. И дэмэджа, который нанесла Карма, он был несоизмеримо мал по сравнению с тем, что выдавал. Так, тут интересный момент. Хухи... Хуйни, извините, будет, по-моему, сражаться. Он получил шестой левел, только что за мопца. Ультует тут же и подходит сюда Реновер и придется отступать. У Даршан небольшая проблема, он успевает. От флеша все остается в живых. Хороший левелап от Хуни, он знал, что ему писечки не хватает до шестого, и поэтому этим воспользовался. Но остался Хуни дальше на линии и вынужден теперь отфлешиваться. Размен флеша джанглера на флеш топера. И у Даршана немножко легче становится на душе, потому что теперь все без флешей. А то он был единственный одинокий, кто был без флеша. А не, еще Грагж за ним флешился. Тогда он был и тогда не одинок. Ну, не совсем я въезжаю тогда в пик Хухи, именно Хухи, на Мальзахаре. Потому что он Владу проигрывает уже двадцатку по фарму. Уже ночь, спать охота. Двадцатку по фарму. Здесь вот со Стиксаем-то все понятно. Чему ли, что Стиксай играет на хорошем чемпионе. Мейн его, конечно же, из реалии, мы про это уже много раз говорили. Но когда была мета Калисты, он на ней как раз-таки неплохие результаты выдавал. Но как-то эта мета на ЛКС не прижилась. Не прижилась она даже не зная с чем. Ну, вообще я знаю с чем она не прижилась. Она не прижилась с тем, что нужным был саппорт соответствующий. А большинство игроков не играли этих саппортов. Так, у Адриана будет сейчас проблема. А фарму делает по нему проказ. Хмитти подходит, дает подкидывание. Адриана реальные проблемы. Нажимает на экзот на него. Он отфлэшивается через стенку и кидает экзот в Хмитти. И Хмитти понял, что это было... Ребят, я, по-моему, сделал... Хню. Хню сделал я, говорит он. И это была действительно правда. Полнейшая хня произошла сейчас у него. Гоняться за Адриана была не очень идея. Когда он туда прыгнул, и оказалось, что синего бафа Реновер и Пабелтер идут. А они откуда и должны были сейчас прийти именно синего бафа. Это абсолютно было логично. Это было, конечно, глупо с его стороны. Напоминаю, что примерно в 7.30 до 8.10 это тот момент, когда апается первый баф, который забирал джанглер оппонентов. Ну и ваш баф, соответственно, тоже. Ну, ваш баф вы теперь можете посмотреть снизу, в тап нажав. Ой, не снизу, а сверху. Ну, может, у кого-то снизу. Ну, вот они только что синие забрали, и Хмитти делает All-In туда. Ну, что это за бред? Не, не, это глупо. Пабелтера синий баф, 85 фарма на 63. И преимущество по левелу было ненадолго, но оно уже нивелировалось. Реновер отправляется к синему бафу команды ЦЛГ. Не боится Хмитти, делает All-In, чекс флэша, хухи цепляет его. Но как им хватит дэмэджа, не знаю, хватает им дэмэджа, вот как им хватает дэмэджа. Я, честно, удивлен, что им хватило дэмэджа, потому что, ну, обычно достаточно танковый чемпион Грагас. Но, видимо, хухи сделал все правильно, и вот он ответный килл здесь уже к Реноверу. Ну, он тут немножко только, тоже немножко виноват. По сравнению, конечно, с ошибкой и к Смитти, это полная чушь. Виноват он в том, что не дождался, пока Влад подойдет поближе. Влад шел ему помогать, это мы видели с вами, но он не дождался, пока Влад подойдет. И когда в него заулынили, Влад еще в экране отходился, находился от него. И пока Влад дошел, уже как бы и умер Реновер в лесу. Это было так себе. Даршан, кстати, по-прежнему проигрывает линию. По-прежнему, это я намекаю, что у нас из предыдущей игры откочевало вот это вот поражение на топе против Хуни. 60 фарма на 78. Даже на Шейне. По-моему, поздно нажал сейчас W Даршан. Нажал бы как раз во время прыжка Хуни, все было бы очень хорошо. Тот комментатор сейчас рассказывали, извините, что я тут помолчал, немножко устал уже за сегодня. Рассказывали то, что в лейтгейме будет преимущество на... Ха-ха, классная отмена телепорта. Преимущество будет у Шена. И именно сейчас надо Хуни набрать гигантское преимущество себе, чтобы нивелировать то отставание, которое его ждет в лейтгейме. Ну, не говоря о том, что сейчас уже в мидгейме начнет Шена очень часто улететь. И с этим тоже никак не справиться через Эка. Может быть, они и правы. Честно, не знаю. Этот матчап в лейте... Ну, обычно, обычно. Если там не Дариус какой-то, то Шен побеждает почти всех милишников. Да и большинство рейнджовиков. Но рейнджовики, многие как раз над ним имеют преимущество в начале. Это такие, как Кенон, Рамбл. Ну, Рамбл, ладно, не совсем рейнджовик. Он милишник. Ну, просто у него два спелла рейнджовый. И поэтому он выглядит как рейнджовый чемпион для меня в голове. Ну, тот же самый Владимир на топе. Вообще интересно, почему Владимира на топ перестали брать и начали пикать его на мид. Ведь он по-прежнему остался таким же монстром на топе. То есть, вот он сейчас мог стоять просто против Шена, Хуни, на Владимире. А на миде мог быть нормальный чемпион, который унижает Мальзахара. И вот что делали бы тогда ЦЛГшники, я не знаю. Так у них все нормально. Вот ЦЛГшников с пиком. Потому что у имморталов, у самих с дэмэджем небольшие проблемы. У них одно из двух будет. Либо проблема с дэмэджем, либо проблема с танками. То есть, Грагосу можно ли купить хоть что-то еще на обилити-пауэр? Нет, нельзя. Потому что иначе будет проблема с танками. Можно ли купить что-то Хуни еще на дэмэдж? Кроме Trinity Force. Нет, нельзя. Потому что иначе будет проблема с танками. против таких монстров, которые есть у CLG-шников. Там Алистар, Рик Сайка и Шен. Соответственно, вот если бы они взяли Влада себе на топ и на мид взяли бы адекватного какого-то мидера, у них бы пик был намного лучше, чем у CLG-шников. Потому что там бы был лак оф дэмэдж уже CLG-шников, а сами танки бы не справлялись, потому что им надо и с Владом справиться, и с мидером справиться. Но для того, чтобы сделать такую идею, как я предложил, нужно в джунглях не Грагас. Не потому что Грагас как чемпион не подходит, а потому что он через Ability Power играется. И слишком много было бы Ability Power у команды Immortal. Пытался зацепить хуни Даршана, не получилось. В итоге Даршан теперь через Sunfire с ним сражается, уже даже почти на равных. Оп, не задело. 1-1 на счет, таунт идет от Даршана, очень много урона. Хуни пытается сделать ответ, но не получается. Флэшается Даршан за хуни. У хуни сейчас будет вариант только бежать назад. Но он так долго соображал давать свою ульту или нет, что в итоге он остался без ХП. У Даршана нет флэша, и хуни будет нажимать телепорт отсюда, аут. Ошибка была хуни в том, что он не сразу ультанул. Когда он почувствовал, что пропустил огромное количество урона от Даршана, тогда ему надо было нажать R-ку свою. Кто не знает, R-хуни возвращает его на 8 секунд назад и восполняет ему довольно значительную часть ХП, в зависимости от того, сколько у него ХП было на тот момент. Оно не число, но оно и число, и одновременно с этим от того еще берет процент, которое было у него. Поэтому ему надо было чуть-чуть вернуться раньше. Он бы просто больше ХП восстановил себе. И, возможно, даже смог бы с Даршаном посражаться. А так, когда он остался с 200 ХП, бежит, Даршан ему нанес урона за эти 200 ХП до 170, 30 урона у него снес, тот, конечно же, нажав R, вернул себе там всего лишь соточку. Ну, полезно. Вместо 170, 270 стало. А так могло быть вместо 200, ну, если бы он раньше нажал, вместо 200, там все 500. И с этими, ну, ладно, 500 сейчас бы не было, потому что у них вообще мало ХП. Хотя нет, почему не было, было, было бы. У него сейчас 1600 ХП, как раз 500 было бы. И с этими 500 он вполне мог бы снова сражаться с Даршаном. Ну, вроде как комментаторы, видите, правильно нам сказали. Уже даже на 10-м левеле начались эти дурацкие войны, где не побеждает ЭКО, будучи АПшником Даршана. И Даршан восстанавливает свое отставание, причем путем доминирования оппонента. Вы это тоже можете обратить внимание. 125 осталось и у Хуни, но его Даршан уже почти догнал, 121 стало. А если посмотреть на мидлейнеров, то здесь вот по Белтера идеально фармится, 163. И Хухи выдает тоже неплохой фарм, 150. Вот сколько можно было заласхитить за это время. То же самое и на бутлейне. Но игра, конечно, любопытная. Ни одна из команд не пытается сделать первый ход. Я знаю, почему целыхшники не хотят делать первый ход. Они хотят сыграть через своего Шена. Шена у них сейчас с преимуществом, а Рик Сейка не имеет права сейчас отпускать Грагаса, поэтому она ходит в своем синем лесу только для того, чтобы отдать синий, а не для того, чтобы попытаться сделать ганг на топ. И ждут они, пока Реновер сорвется и пойдет спасать своего горя топлейнера. Как только это произойдет, сразу же начнутся ЛГЭшники действовать. Пока это не происходит, их устраивает эта ситуация, потому что топлейнер начинает выигрывать, у мидера все хорошо, ботлейн скелится лучше. Все, ждем, просто ждем. Ну, хотя скелится лучше, наверное, на тимфайт, и так-то индивидуально, я не думаю, что скелится лучше. Сбекался Хуни через ульту, Даршана ты увидел и понял, что его зачизили очень жестко сейчас. Тратить телепорт придется Даршану, либо стоять под вышкой и больше не бычить. У него нет законченного Санфайра, либо какого-нибудь еще айтема, типа ботинок добавленных. А у Хуни уже есть Тринти Форс целая. То есть он, по сути, из трех айтемов сделал один. Побелтер сместился здесь на мид, было, на него выскочила Фраму, урон нанес, но Побелтер назад сейчас выхилеть, никаких проблем не произошло здесь. Решили поменять стратегию немного имморталы, и сразу же сделать 3-1-1. На миде они думали сначала перейти на Дрэка, но передумали, ух, как много... Это Ферст Блад! Ну, ладно, ну вы поняли, я не... Пауза? По-моему, Даршан нажал паузу. Он умер на линии и нажал паузу, может что-то произошло, может баг какой-то произошел. Комментаторы, да, там просто тоже писают капитком сейчас от страха того, что это может быть ремейк, потому что мы последние 2, а то и 5 минут, они сказали 2, но мне кажется, последние 5 минут следили именно за матчапом. Шен против Эка, видели, как Шену было тяжело, после бэка Шена появилось преимущество, он начал давить на Эка, Эка зачизил, улетел на телепорте, убежал оттуда, после этого вернулся на линию без телепорта, снова начал сражаться, проиграл, опять уже линию, но срекулился и на своей ульте вернулся назад и уже с Trinity Force победил Даршана, то есть мы увидели реально вот эту вот жизнь топ-лейнера и у нас тут пауза, если это баг какой-то был, то это будет обидно. залагало просто у меня, да. Там Даршан не двигался, говорят. с одной стороны, да, я тоже немножко заметил, когда был прокаст от Эка по нему, мне на секунду показалось, что Даршан байтит, типа Эка, сделай в меня Ешку, я тебя за таунчу, но он этого не сделал, его просто Эка с прыжка убил, а Даршан таунт не прожал. не совсем понятно. Маны на Ешку не хватает, да. может мета Скалисты не прижилась, потому что в это время как раз резко вернули Поппи Маукая с топа, но это тоже повлияло, но в основном, конечно же, нерв Боттерка и нерв самой Колисты повлиял. снижение демеджа с Ешки, снижение скорости автоатаки добавленной с W, увеличение КД на ульту, увеличение КД на ту же самую W и одновременно резак по Боттерку. Все. Как бы все это вместе как-то сложилось и не захотелось играть за этого чемпиона никому больше на про-сцене. Помню как-то Эко сделал в итоге мэш на 25 изи, но они проиграли все равно. Это Даршан сделал, межает 25-ку. Я уже про это писал кипятком тоже. 25 межаев было у Даршана. Он продал его, чтобы купить Абисал. Я до сих пор не могу понять зачем. У них был еще второй игрок, если я правильно помню, Виктор, который тоже собрал Абисал. То есть мало того, что у них было два Абисала. Да, они играли против фулл-АП команды. Ну, по сути, фулл-АП. Там был саппорт, которого АП урон. Ну, как обычно, у саппорта почти у всех АП урон. Там единицы, которые АД наносит урон. Разве не Рэй? А, Рэй! Это был, да! Вру, вру, вру. Это был Рэй. Ты прав. Афек. Не Даршан. Я просто помню, что это был топ-лейнер, который иногда тащит, но иногда не тащит. Это Рэй был. Да, да, да. Это Рэй был. Рэй, Рэй, Рэй. Вот. А против кого? Я не помню. Против какой команды это было. Но там было что-то по типу и Лиза Кассиопея плюс топ-лейнер. Ну, кто там мог быть на тот момент? Топ-лейнер АПшник. Не помню, кто мог быть. Топ-лейнер АПшник. Ну, там точно не Трандл был на топе и точно не Гнар. Может быть, не, ну, Рамбл, не, не. Рамбл я бы запомнил, если бы это был Рамбл. Не помню, кто был АПшник на топе. У нас игра возобновилась. Против ЦЛГ или Ликвидов была игра. Ну, может быть. Я вот вообще не помню, против кого игра была. Точно помню, что там было фулл... А, так, давайте посмотрим, что произошло. А, он там вот не попал. А-а-а-а! Да. Ну, вы видели, ребят. Он нажал паузу и сказал, что был миньон-блок, и он двигаться не мог. Но миньон-блок это остатки доты, так сказать, в Лиге Легенд, которые до сих пор не убраны. А у нас началась битва на Бутлейне. Прилетает сюда Даршан на ульте на Афраму. Афраму дает подкидывание по трем игрокам. Сразу же умирает Виктор. Остается все еще живых Стиксай. Стиксай делает даблкилл. После этого он может еще переключиться на следующих игроков. Но он боится идти в хухи, потому что хухи в хуне. Он может его прыгнуть и убить. Переключается на Тортла. Делает триплкилл. Стиксай! Стиксай – это тот игрок, который обладает пентой. Пентой и несколькими квадрами на колесте. Его нельзя фидонить. А он расфидонился. Еще здесь Дрейк. Инфернальный. Пауза была еще раз теперь. Ну, можно расслабиться. Повтор сейчас будет этого файта. Посмотрите повнимательнее, как все это произошло. Это была та самая комбинация. Афраму подкидывание туда таунт. И в этот таунт дает Рик Сайка подкидывание еще одно. Потом идет АОЕшный Сайланса от Хухи. И конец ГГ. Вот сейчас смотрите внимательно, как все было. Побелтер решил воевать. То есть могли не воевать. Но Побелтер ультует. Шен прилетает. И бах! Подкидывание. Бах! Подкидывание. Ну, таунта нет, потому что Шен таунт потратил в начале. Так бы еще и таунт был. Ну и все. Стиксай делает килл. Второй уже. Здесь решил он не идти, потому что опасно, что его с разворота убьют. Но зато нашел Тортла, легко убил его. А я вернусь к мысли по поводу того, что произошло на топе. Даршан сделал таунт под вышкой. В Хухни. Пытался в него поп... Ой, тут сейчас можно умереть. Да, тут умрет, но к нему делает телепорт Хухи. Пытается Даршан убежать к своим, отфлэшивается, дает автоатаку и не хватает дэмэджа. Ну, может быть, и к смите хватит. И к смите гонится, дает кушку и убивает. И левелап получает Даршан. Левелап дает ему лишние 100 хп, и он остается в живых против Грагаса. Этот левелап! Посмотрите, сколько... У него 200 хп осталось после... Ну, может быть, кстати, левелап не зарешал. Или это не был левелап? А, это не был левелап, походу, ребят. Это, походу, была кушка, откатившаяся. И проехавшая через Реновера. И щиток ему давший. Это не левелап был. Это хп он получил с кушки, которую дал. Через игрока. Сейчас вот этот повтор я хочу посмотреть еще раз. Какое интересное здесь было сражение. Хуни не хватило маны, чтобы выиграть этот файт. Смотри внимательно. У Хуни сейчас кончится мана, и Даршан начнет... Ай, не дают нам посмотреть. Стиксай идет ол-ин, но Стиксай не один. У него на плечах Шен. На хрупких плечах этой девушки Шен прилетел. Ну, и вышка сейчас упадет, и это будет... Не, не сейчас. Позже. Вот сейчас. Если только Адриан с Тортлом не помешает этому процессу. Страшная команда ЦЛГ. Хотят на чемпионат мира. Завтра будут пилить они за ТСМов. Может быть, это связано с тем, что ЦЛГшники тренировались сейчас ТСМами. Я про эту тему уже говорил вам, что тренинг, скримы, команды тренируются, друг с другом играют, и ни одна из команд сейчас с Клауднайнами из топа не должна играть. Как и ЦЛГшники не должны были тренироваться с Имморталами, чтобы страты не палить, чтобы просто психологически и самих себя не раздавить. Потому что если вы будете выигрывать, вы слишком на расслабоне можете прийти на важную встречу, а если вы будете проигрывать, вы можете наоборот прийти и сказать, блин, мы их в скриме ни разу не выиграли, как мы их здесь-то сейчас выиграем, когда они будут по-серьезски играть. Поэтому ни одна команда так не будет делать. Так вот, ТСМы перед тем, как Клауднайн играли с Имморталами, ТСМы тренировались с Клауднайнами. Счет мы не знаем, там не разглашаются эти данные. Там обычно по 6 игр за день происходит, поэтому там бывает, и они 6-0 проигрывают, потом 6-0 выигрывают. Данные никому не разглашаются, кто как сыграл, какие пики тоже. Это все, так сказать, по договоренности. Так вот, ТСМы... Миттиус даже интересовался у Бьорксона после финала. ТСМы уезжают сразу или нет? Он интересовался к тому, что Клауднайном-то еще Гаунтлит играть придется. Но он догадывается, что они, скорее всего, проиграют ТСМом. А раз им Гаунтлит придется играть, то им надо будет с ТСМами трениться. А сейчас они с ними не тренились, потому что им финал с ними же играть. А вот как раз-таки перед матчем с Имморталом Клауднайны тренировались. Так вот, я к чему это веду? К тому, что ЦЛГ уровень свой подняли. Игры явно... И это сделано либо потому, что ЦЛГшники как раз с Клауднайнами тренились все это время, либо с... ТСМами. Такие дела. Такие дела. Почему я считаю, что ЦЛГшники все равно будут тренироваться с Клауднайнами? Ну, потому что они там все друзья. А у них там даже рядом буткемпы все находятся. Ну, кто не знает, они там через дорогу живут. Вот. Довольно близко. Ну, сколько там, наверное. Метров 200 до буткемпа каждой из команд. Тут, кстати, ультанули в Побелтера. Побелтера подкинули, но он успевает все же уйти в черный плащ свой. Вылезать из него он не хочет, когда его через контроль пытаются убивать. И пришлось потратить две ульты ЦЛГшникам, чтобы сделать ничего. А сейчас будет опасно, потому что у Имморталов вообще-то все ульты остались. Афраму не может быть танком сейчас команды. И понадобится здесь Шен для нормального файта. Я хотел вот этот момент все еще обсудить по поводу того, что там произошло на топе и почему я Дота сказал. В Доте, кто не знает, можно блокировать крипов, которые идут на линию. Также можно отводить крипов в лес. В первых версиях Лиги Легенд Крипы тоже они не Крипы называются. Что это такое? Что это такое? Это, видимо, из-за того, что здесь негр вышел на первый план. Вот бы включить и попасть на негра. Э, ну, дайте картинку. Дайте картинку. Эту негра придется идти смотреть. Так, на чуть паузу дать. Пусть промотается чуть вперед, а я расскажу про крипов и блок. Так вот, крипы есть мопсы, а есть лесные крипы. Так вот, лесные крипы раньше сражались с простыми мопсами. В Лиге тоже. Это, конечно же, убрали довольно быстро, потому что это стало той частью игры, которая не нужна была Лиге Легенд. Но оставался еще крип-блок. И была интересная пассивка у Зила, айтем такой Зил. Из него собиралось три айтема всего лишь. На тот момент это был четыре айтема. Вру, четыре. Это был Статик, это был Фантом, это был Тринити Форс и на Шорт, о, не, на Шортус, как он назывался? Зефир в шоколаде. Я не помню, как он называется. Зефир, что-то там. И все эти айтемы обладали пассивкой Зила пробегать мопцам, пробегать герою сквозь мопцов. Вот такая интересная тема. Риут в один из моментов сказали, что крипы больше блочить вас не будут. И вы больше блочить крипов не можете. Но одновременно с этим игра-то все равно квадратная. Ладно, тут у нас битва началась. Афрамо вынужден был улетануть в него. Стиксай Афрамо без хп за Стиксай гонится. Он пытается закатить, но Поболтер до него все же добирается. Стиксай здесь убьют. Вот что значит без ульты Алистара сражаться, ребят. Делает все же Хухи отдельный килл, но Хуни за ним гонится и вряд ли здесь Хухи выживет. Да. Имморталы делают камбэк, делают минус 4, теряя при этом одного лишь Рейновера. Забирает вышку и пойдут на Нашора, учитывая какие они агрессивные. Я думаю они пойдут на Нашора. Нет, там вышка на топе. Можно ее поломать, на нее отправляется игрочок. А Эксмити здесь отпулил мопсов и пытается защитить хотя бы вышку на меде. Нельзя так воевать. У вас нет ульты Алистара. Она очень важна. Это ваш танк. А вы лишили себя танка. Так вот, вы же понимаете, что игра все равно это не 3D игра. Здесь выглядит а-ля 3D модели, но на самом деле это как шахматная доска. Большая-большая-большая шахматная доска. И мы на нее смотрим сверху, поэтому вся игра это в квадратах. И герой уходит по этим пикселям, по этим квадратам. И если герой перекрывает проход стенки там Анивии, кто у нас там сейчас новые чемпионы, этот Кледо. У Кледо кстати нет, что это я его назвал? Талия, конечно же. Там стенка, которая будет сейчас у Йорика новая, просто стенки на территории, на карте. И конечно же мопцы, они тоже обладают своей клеткой пожирания, которую они забирают. Тут подождите, тут Ол Инчик небольшой делали, а Форму придется ультануть, иначе он умрет. И даже ультанув, он еле-еле выжил здесь, отступил, остался в живых, без Нашора и Морталы, но они очень сильно на камбэк, но они сейчас ведут уже плюс 2000. А я вернусь к той мысли. Так вот, если они перекрывают проход вашему чемпиону, которому не требуется большой территории, чтобы проходить, то вы можете быть зажатым чемпионом. Ваш чемпион может быть зажат вокруг мопсов. Такие моменты часто в лесу еще происходили снизу и сверху. Это не имеет значения, с какой стороны смотреть. Големы. Големы 2 могут вас заблокировать. И 2 голема, если вы неудачно встанете, они просто подойдут, окружат вас, и вы выйти оттуда не сможете. Риот этот момент так еще не пофиксили. Ну и это касается огромного количества мопсов, которые могут вам перекрыть проход, и ваш чемпион чуть-чуть начнет тупить. Не так, как в Warcraft первом уж точно, не так, даже, как в Warcraft третьем. Не в первом, во втором тогда надо было говорить, да, не так, как во втором, и не так, как даже в третьем, и не так, как в доте, но все равно он будет тупить, блокироваться. И вот Shen как раз был окружен четырьмя мопцами, потому что он сам в них залез. Он нажал таунт, и не попал, но оказался прямо в окружении четырех мопцов, они перекрыли ему проход со всех сторон, и он не мог выйти оттуда. И ему показалось, что у него баганула игра, что он застрял, а на самом деле он застрял, потому что сам себя окружил. И когда мопеца один из боковых умер из подвышки, три выстрела вышки понадобилось сделать на это, чтобы его убить, тогда только он освободился. Здесь Tixai ловит по Белтера, но по Белтеру нажимает Гост и просто убегает, не получает даже никакого замедления. Уже два QSS, кстати, у команды Immortal. Шансы CLG-шников после такого провального файта, где даже мне невооруженным взглядом было видно, что им надо просто уходить и идти фармиться еще две минуты. Не получилось сломать мид, сами виноваты. Потратили ульту Мальзахара, потратили ульту Алистара, уходим. Нечего здесь делать. Но они решили остаться и в итоге теперь проигрывают уже четыре тысячи. И я не уверен, что теперь у них есть шанс здесь нормально отыграть, потому что Хухик жестко контрится тем, что QSS куплены. QSS либо Магрес. Часть одна покупает Магрес, вторая часть QSS, что тоже является Магресом, но это уже другая история. А Стикса играет на том чемпионе, который занерфлен в хлам. Он вроде все сделал правильно и по фарму идет неплохо, но чувствую, что этого ему не хватит, чтобы дальше тащить. Да, тут еще комментаторы сейчас говорят о том, что нужно гораздо больше денег заработать Стиксаю и либо ну они говорят про Аллат Спиритс, они имеют ввиду, что чтобы разорвать душу Хуни либо Реноверу, нужно гораздо больше закинуть в него спеллов. Не, вот это вот интересно, Тортла можно убить, не хватило чуть-чуть дэмеджа. Иксмити будет продолжать погоню, но не попадает, подкидывание по Адриану не сработает, потому что Никсмити его недавно подкидывал и не получилось убить его. И опять та же самая история, вы сейчас провалили свой лэн. Оппоненты потеряли на этом ульту Адриана, а ну ладно, здесь достаточно ультов потеряли в ответ. Еще одна ульта, на этот раз уже Стиксай просто ультанул Афраму, убили они Адриана, Афраму ультует теперь сам на себя. И Стиксай может быть хватит ему дамеджа на Побелтера. Хватит ли? Да горит! Похилялся он от того же мопца, но тут подошла Стивирка, которая нанесла тонну урона. Очень битая команда ЦЛГ, но мне кажется вышку на меде не сломать смогут. Быстренько Стиксай пытается выхилиться. Одновременно с этим отбирает хил у Побелтера, лишь бы он не смог вернуться нормально в эту линию. Хухи сейчас откатится ульта. Ой, рискуются с Имморталой. Имморталой не знают, что у Мальзахара откатится ульта. У них все еще в голове звучит та мысль, что он тратил ульту, у него нет ульты, все, ничего страшного. Вышка умерла и пошла ульта Арминус Рейновер. Пытается развернуться Побелтер, но Побелтер жутко... Вау! Я хотел сказать, что жутко битый Побелтер вылезет и его убьют, но Тортал, по-моему, там 5 из 5 критов дал и все эти криты рикошетами проскочили по всей команде ЦЛГ. И это был Эйс, это был Эйс, ребят. Все же ульта в Рейновера не самая лучшая цель. Ультанул бы Побелтера, он бы нажал КСС. Ультанул бы в Тортала, тот бы тоже нажал КСС. А он ультанул в Рейновера и проиграли. Да. Минус сторона. Давайте смотреть еще раз, что здесь у нас произошло. Очень битые все, просто жутко битые. Вот в кого надо было улететь. Вот в этого надо было улететь. Вот это была правильная цель. Хуни еще здесь был, в него и надо было улететь. Прошел таунт, вышка начала бить хухи, поэтому он сейчас отойдет. Разворачивается, вышка убивается и он выбирает зачем-то как можно быстрее ультануть. Ну подожди ты, сейчас ворвется этот хуни. Сейчас подойдет ближе Тортал, подойдет ближе по Белтеру. Они даже КСС могут не успеть нажать. И давайте смотреть теперь за автоатаками только Тортла. Автоатака, Крит пошел рикошетом, еще одна автоатака, Крит, еще одна автоатака, Крит. Он всего три автоатаки сделал на самом деле. Тут нашел, резко пошли делать СЛГшники. Пока мы были на паузе и смотрели повторы, попытались сделать они его, не получилось. Ульта была в хуни, но не самая лучшая и минус. Игрочок и теперь по Стиксаю много урона идет. Реновер его пытается убить, не получается. Хуни его пытается убить, пока тоже не получается. Под шеном он все еще наносит урон, но хватит ли ему этого урона? Он разогревается, но нет. Ну слишком много народу надо убить одному, а Декерри это не под силу. Одному Декерри просто это не под силу. Ребят, это очередной Эйс, два Эйса подряд можно просто ФФ нажимать. Все равно они сейчас пойдут и закончат карту. Это вам не Соло Ку, где ребята пошли бы в такой ситуации делать на Шора. Не прокнуло Калисто. Отыграло Калисто хорошо, но не прокнуло. 1-1 счет. Влад очень плохой чемпион для Калисто. Она не может его убить и получается, что она его очень долго дамажит, 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 а убить не может. или брать ее, или нерфить ее. Да, она сделала три автоатаки. Автоатака W reset, автоатака еще, автоатака еще. Ну, того четыре автоатаки, но официальных только три. И все три были криты, и это была жесть. Хоть и криты были слабые, там по 316 был урон написан, но это все равно много. Это все равно много. Проблема в том, что Эдвард Гейминг всех убьют. Ну, может быть, может быть. А может и ТСМ. Так, прослушал про баг, я рассказал. Какой-то ребаланс было с перераспределяем пассивки на саппорта. Майбет, я должен наиграть. Так, ну, это мы все читали. Ну, что ж, перриф.